на днях. Вот эти уникальные фотографии, я кстати множество старинных карельских фотокарточек пересмотрела, но эти вижу впервые, то есть это редкость. На этих кадрах сняты карельские девушки в жемчужных венцах, жемчуг на них речной, в былые времена этот жемчуг сами же крестьяне в изобилии добывали из карельских и архангельских рек, однако в наше время он полностью исчез из северных водоемов. Такие венцы надевали на самые важные праздники, и наряды эти переходили из поколения в поколение, ведь девушка за всю жизнь их носила всего несколько раз и они просто не успевали бы истрепаться. Фотографии эти сделаны краеведом, а Абеликовым в 1927 году, по крайней мере насчет большинства представленных тут кадров есть такая уверенность. Вот еще один портрет этой девушки. Кадры эти действительно уникальны, но есть нюанс, учитывая, что сняты они уже в 1927 году, в это время подобных нарядов практически не носили, девушки уже не вполне умеют в них держаться, и украшения уже надели нетрадиционные, например, часы на цепочке, а кое-где наряды выглядят откровенно тесными, то есть уже не было смысла подгонять их под фигуру носительницы. Как я понимаю, Беликов просил советских деревенских девушек надевать наряды из бабушкиного сундука, сами же они их уже не носили и потому держаться в этой одежде не умели, не могли в полной мере показать торжественность большого наряда. А в реальности девушки в праздничных костюмах стояли на вытяжку. Приняв особенные позы, да еще и с различными специальными артибутами вроде платочков в руках. Помню, мне очень понравилось описание Писахова, как стояли и держали себя девушки в этих нарядах, когда их действительно носили. Гляжу, как не глядеть, перед глазами, живое прошлое, 17 век. Девицы расшиперивались, расправляли наряды, тетки помогали изо всех сил, одергивали, расправляли сарафаны, сбивали рукава, расправляли ленты. Большой наряд, непростая забава, это большое дело. Расшиперились, начали телеса устанавливать, выпрямились, как-то чуть двинули себя, и телеса установлены. Это не по команде смирно, это по команде стройно, только команда не произнесена. Личики сделать, гунушки сделать, девицы учатся перед зеркалом. И тут все умеючи сделали спокойные лица, чуть торжественные и улыбку, чуть приметную, смягчающую торжественность. Готовы. Моя соседка-старуха замерла в торжественном ожидании. Впрочем, не одна она, все мы замерли перед действом. Какой-то незаметный знак, и девицы чуть колыхнулись и поплыли. Что значит расшиперивались, устанавливали телеса, делали личики и гунушки, можно понять по контексту. Но если заглянуть в словари, то... Расшипериться по словарю далее, растопырить, широко расставить, развести, раскрыться. Гунушки, приятная улыбка. Вот пример девушек в подобных нарядах, снятых, а Шабуниным в самом начале Ховека, в 1903-1904 годах. Тут, правда, уже не Оланецкая, а Архангельская губерния и наряды девушек отличаются, но суть в целом остается той же. А вот тут уже 20-е годы, но девушки все равно держатся ровно и правильно. И тут тоже все как надо. На фото, праздник Мятища в селе Карпогоры. Вот так в реальности торжественно, с серьезным лицом и легкой улыбкой девушки в этих потрясающих нарядах себя и несли.